больше, чем прежде. И сегодня в областном центре открыли фестиваль «Сибирская книга». Организаторы уверены, форум должен оживить литературную жизнь региона и дать сигнал читателям, что и в провинции могут выходить интересные издания. С книжным ассортиментом и гостями праздника познакомился Антон Лучанский. Я читаю Новосибирск. Такой был лозунг Дня города в этом году. И неудивительно, что пестрые мотивы праздничного оформления мы находим и на фестивале «Сибирская книга». Подобный форум проводят у нас впервые. Литературная жизнь есть, но не кипит. Издательства скорее выживают, чем развиваются. Книжные праздники нужны, чтобы сплотить читательское сообщество. Хотелось бы, чтобы в этом больше принимали участие люди творческие. Не обязательно там профессионалы, писатели и прочее, а люди пишущие. Чтобы они приходили, чтобы они увидели вот это все и почувствовали запах, вкус книги. Михаил Фаустов знает и вкус, и запах. Он организатор уже всероссийского конкурса «Открой рот», сделавшего чтение увлечением модным. Прогулка по стендам для Михаила, как встреча со старыми знакомыми. От массовой литературы до сам из даты. Она написана Денисом Алексеевым и Аркадием Тропинкиным. Почему обязательно авторы должны быть известны? Все неизвестные авторы в конце концов становятся известными. Михаил уверен, не все самое талантливое приходит из столицы. На что падает глаз моментально. Вот этот прекрасный сборник рассказов Марата Басырова, я читал его еще в первом издании, которое выходило в Казани. Говорят, что современная русская проза умирает, но вот несколько татарских ребят доказывают обратное. Сувенирная кровеческая продукция – обязательный атрибут каждого книжного магазина. Достать, конечно, тяжело. Я боюсь даже смотреть, сколько она стоит. Но, по-моему, это что-то очень интересное. Тут прекрасные фотографии вокзалов. Цена часто определяет выбор покупателя. Нет, я не рекомендую ее здесь покупать, потому что 1200 рублей даже за этот лучший роман из всех прочитанных мной в жизни, наверное, это неадекватно дорого. Столичные гости считают, что проблему цены в ряде случаев можно легко решить. Была бы инициатива. Почему ни в одном торговом центре, в котором состоит Новосибирск на две трети, не стоит ни одного аппарата по мгновенной распечатке книги? Это вообще позавчерашний вопрос. Любая книга, изданная в Новосибирске, может быть дистанционно переслана в Москву и в любой точке, мгновенно, себестоимость такая же, как у большого тиража. Самое печальное, что городского и регионального госзаказа на издательскую деятельность не существует, но власть может помогать организационно. Фестиваль называют «Первой ласточкой» в надежде на продолжение. Антон Лучанский, Евгений Чижевский, Вести Новосибирск.